Всех приветствую! Сегодня рассмотрим лаунчпад площадки, обсудим тему IDO, в каких IDO стоит принимать участие, а в каких нет. Покажу новые, очень перспективные проекты, которые могут быть на уровне топовых лаунчпад площадок GameFi, Polka Starter. И также подробно объясню по поводу разблокировки монет, как это влияет на цену и как это можно отслеживать. На 19 тысячах подписчиков будет розыгрыш 100 долларов. Напоминаю всем, для участия нужно всего лишь оставлять комментарии, быть подписанным на YouTube и Telegram каналы. Во-первых, что такое IDO и как в этом принимать участие? Простыми словами, IDO это продажа токенов перед листингом на биржу. То есть вы покупаете монету по самой дешевой цене, дешевле вас покупали только фонды, которые заходили на этапе СИД и приватсейлов. И в дальнейшем токен листится на биржу, дает хорошие ИКСы и вы здесь уже продаете его, так как покупали его заранее. Для участия в IDO существуют различные лаунчпад площадки, здесь представлен рейтинг топовых. И показано среднее количество ИКСов, которые дают проекты. На обычном рынке проекты давали сотни ИКСов, то есть покупая проект на 100 долларов, с одного проекта вы могли заработать 5-10 тысяч долларов. Сейчас, так как у нас медвежий рынок, проекты дают куда меньше ИКСов, в лучшем случае около 10, обычно сейчас проекты дают по 2-3 ИКСа. Многие сейчас задают вопрос, токен какой лаунчпад площадки можно сейчас купить, чтобы в дальнейшем зарабатывать на обычном рынке. Я подробно изучил токеномику всех этих проектов, тоже задаюсь таким же вопросом, так как токены сейчас очень сильно упали. Одна из топовых лаунчпад площадок GameFi на обычном рынке их токен стоил 318 долларов, сейчас торгуется по 8,7. То есть, чтобы получить топовую локацию, которая раньше стоила десятки тысяч долларов на обычном рынке, сейчас можно купить за несколько сотен. Если лаунчпад площадка топовая и надежная, и их токен будет функционировать продолжительный период времени, соответственно в дальнейшем он восстановится. Можно будет получить ИКСы как на росте самого токена, также помимо этого участвовать в IDO и получать доход на этом. Так выглядит площадка GameFi. Тут запускаются различные игровые проекты. Есть также возможность участвовать бесплатно, эта продажа называется комьюнити, но тут шансов выиграть практически нет. Скажу сразу, для того, чтобы 100% получать хорошую локацию и постоянно выигрывать IDO и покупать токены, нужно покупать токены лаунчпад площадки. У каждой лаунчпад площадки есть свой токен. У площадки GameFi токен называется Gaffi. У площадки Polka Starter токен называется Pulse. Тут тоже стартуют различные игры. Давайте посмотрим, для примера, какие последние проекты тут запускались. Предыдущий проект от цены IDO дал плюс 24%. Этот проект плюс 166, 266%. ИКСы сейчас, соответственно, не такие хорошие, как были на обычном рынке. На обычном рынке тут было по 2-5 тысяч процентов роста. Но даже сейчас, бывает, попадаются довольно неплохие проекты. Мехаморфинг вырос на 843% от цены IDO. Аллокация тут обычно составляет 500 долларов. У этого проекта аллокация была 350. То есть, простыми словами, если вы стейкали токен этой лаунчпад площадки, вы могли купить токены этого проекта на 350 долларов. И получить 843% дохода. Но, естественно, на самом пике все токены продать крайне сложно. Но даже при худших условиях можно было получить 400-500%. Тут представлен рейтинг самых топовых лаунчпад площадок, на которые листятся максимально надежные проекты. Они не листят всякий скам, который даже не вырастает выше цены покупки на IDO. И их проекты дают максимальное количество ИКСов. Первое место уже длительное время занимает площадка DAO Maker. Далее Polka Starter, BSC Pad, RedKite и GameFi. Эта площадка специализируется конкретно на сфере метавселенных. В основном тут запускаются игры. И количество максимальных ИКСов, как вы можете видеть, у площадки GameFi больше, чем у остальных площадок. Рассмотрим подробно токены этих топовых площадок. Покупать токены новых лаунчпад площадок, которые более дешевые и не функционируют продолжительный период времени, я бы сейчас не советовал. Так как в целом тут проекты дают куда меньше ИКСов. И в дешевые площадки зачастую не инвестировали топовые фонды. Также покажу будущую лаунчпад площадку, в которую проинвестировал уже ряд топовых фондов. Проект называется Ancient. При запуске токены лаунчпад площадок дают максимально большое количество ИКСов. Когда стартовала площадка GameFi, у них IDO проходила на площадке Daumaker. То есть те, кто хранил токен Daumaker, могли принимать участие в IDO и купить токен GameFi по самой дешевой цене. А цены IDO их токен дал 366 ИКСов на пике. Рассмотрим подробно токен GoFi и попробуем разобраться, на каких отметках его стоит закупать. Максимальная цена у него была 316 долларов. Сейчас уже токен очень сильно скорректировался, так как и токены других лаунчпад площадок упал до 8 долларов. Очень важно, какая часть монет находится в циркуляции. Тут уже разблокированы все монеты. Максимальная эмиссия у них 15 миллионов. Тут показано, что в циркуляции находится 7% монет, так как практически все монеты заблокированы в стейкинге для участия в IDO. В эту площадку инвестировали Daumaker. Соответственно, IDO также проводилось на их площадке. Один из топовых тир-1 фондов Animoca Benz, Kairos Ventures и другие крупные фонды. На Seed Sale фонды покупали их токен по 50 центов. То есть даже учитывая текущее падение, на сегодняшний день у фондов 17 иксов. Но фонды уже получили весь свой объем монет. Далее на Privat Sale фонды покупали их токен по доллару. И IDO проходило на площадках RedKite, GameFi и Daumaker. Токен продавался также по 1 доллару. На Daumaker аллокация чаще всего составляет 500 долларов. То есть можно было купить 500 токенов GAFI по 1 доллару. Считайте, какую прибыль получили те, кто купил их токен на старте. Учитывая, что эта площадка уже достаточно старая. Она запустилась в сентябре 2021 года. Плюс фонды тут уже получили все свои монеты, которые покупали по 50 центов. Плюс токен уже продолжительный период времени практически не обновляет свои минимумы. Уже ходит в оффлете. Я считаю потенциально он уже может находиться около своего дна. И в ближайшее время на следующей коррекции биткоина уже присматривают токены для покупки. Но самое важное, покупая токены лаунчпад площадки сейчас, надо учитывать то, что с проектов вы не будете получать большие иксы. То есть я рассматриваю это как длительную инвестицию. Так же само, как покупая токены монеты Atom, либо DOT, либо Ethereum и так далее. Токены всех лаунчпад площадок будут очень сильно расти непосредственно на бычьем рынке. Когда IDO будет пользоваться большим спросом. На бычьем рынке запускается огромное количество проектов, дают хорошие иксы и все начинают скупать токены лаунчпад площадок уже по любым ценам. Ну и как вы видите по графику, токен лаунчпад площадки исключительно фундаментально ничего из себя не представляет. То есть если IDO не дают иксы, соответственно токен может падать на 99% и никому не интересен. Поэтому к IDO и покупке токенов любых лаунчпад площадок в целом надо относиться аккуратно. Надо понимать, что это самая высокорисковая инвестиция. Которая потенциально может дать самое больше иксов. Так как на бычьем рынке аллокация окупалась буквально за 1-2 месяца. Я участвовал во многих лаунчпад площадках. Daumaker, Polka Starter, Solanium и так далее. На бычьем рынке все проекты давали очень хорошие иксы. Учитывая покупку фондов по 50 центов и цену IDO 1 доллар. Я допускаю еще снижение токена GAFI. Возможно он упадет до 5 долларов. Возможно даже ниже. Это все будет зависеть от того, насколько еще будет сильно корректироваться биткоин. Но в целом в долгосрок я считаю это уже относительно неплохие точки входа. Чтобы рискнуть на маленький процент депозита. Так как на бычьем рынке только токен лаунчпад площадки может дать десятки иксов. Плюс помимо этого можно будет участвовать в IDO, которые также здесь проводятся. Следующая одна из топовых площадок, которая функционирует уже 2 года. Называется Polka Starter. Здесь обычно запускаются неплохие и качественные проекты. В целом из всех IDO, в которых я участвовал, ни один проект не был в минус. Всегда проекты давали плюс. И даже сейчас, как вы можете видеть, попадаются неплохие проекты. Которые даже на текущем рынке дают по 200% роста. Токен их площадки называется Pols. Для участия нужно минимально иметь 250 токенов. Для средней локации нужно 3000 токенов. И для максимальной 10000 токенов Pols. Эти токены я продавал около 3 долларов. И на тот момент средняя локация стоила около 10 тысяч долларов. Сейчас, соответственно, можно купить ее значительно дешевле. Максимум у него был 6,5 долларов. Токены уже также все разлочены. Максимальная эмиссия у них 100 миллионов. И в циркуляции уже находится 99,2 миллиона монет. Потом, когда я уже куплю токены, буду участвовать в IDO. В следующих видео покажу, как происходит процесс регистрации, покупки, продажи и так далее. В проект Polkastarter проинвестировали ZBS Capital, NGS Ventures, Andresen Horowitz, Kairos Ventures и другие крупные фонды. Это очень важно, чтобы проект имел топовых инвесторов. Так как, обратите внимание, токен Polkastarter в принципе удерживает свою цену. Также уже длительное время ходит во флете. Если посмотреть другие лаунчпад-площадки, в которые не инвестировали тир-1 фонды. Например, токен площадки Sela Lounge уже, можно сказать, соскамился. Я сомневаюсь, что уже что-то хорошее произойдет с этим токеном. На бычьем рынке он торговался по 2,2 доллара. И сейчас уже опустился ниже 1 цента. Есть высокие риски у токена Pols. Фонды его покупали по очень низкой цене. На приват-селе он продавался по 2 цента. А цены покупки фондов на сегодняшний день у них 19 иксов. И на C-целе он продавался по 1 центу. То есть для фондов, которые покупали на C-целе, на сегодняшний день 3800% плюс на пике они заработали 602 икса. Поэтому токены так резко корректируются и очень важно обращать внимание на разлоки. Здесь было распределение 20% они получили сразу и затем по 10% каждый месяц. И нужно понимать, если фонды получили сразу 10% от объема монет, тем более если объем монет довольно существенный и они имеют 60 тысяч процентов роста, естественно это очевидно, что они будут продавать токены по рынку по любой цене. Площадка Polkastarter одна из самых старых. Тут уже давно все фонды и команда проекта получили свои монеты. По распределению разработчикам тут принадлежит 44% от максимальной эмиссии. Максимальная эмиссия у них 100 миллионов монет, из которых 15 миллионов токенов было продано на C-целе. То есть это 15% от максимальной эмиссии, очень крупный объем. И 27% токенов было продано на приват-целе. В общем от изначальной эмиссии тут практически все принадлежит фондам и команде проекта. И у них даже при сегодняшней цене огромное количество иксов. Это является риском, но и с другой стороны они могут откупать этот токен и не давать падать ниже. В 2020 году он торговался по 12-20 центов. Поэтому покупая токены сейчас нужно учитывать эти риски, что ему еще есть куда падать. Но в целом если рассматривать лаунчпад площадки, я считаю лучше обращать внимание на топовые. Такие площадки как Daumaker, Polkastarter, GameFi. Во-первых тут инвестировали Tier 1 фонды. Они продолжают функционировать и даже сейчас на них запускаются топовые игры. И функционируют уже продолжительное время. Новый очень перспективный проект по моему мнению это будущая лаунчпад площадка Ancient. Я увидел отчет, что в нее проинвестировала Coinbase Ventures. Если мы перейдем к инвесторам, тут вы можете видеть в них инвестировали Coinbase Ventures и практически все топовые фонды. Pantera Capital, Alameda Research, Hashed, Jump Capital, Animoca Bands, Dragonfly и так далее. Огромное количество Tier 1 фондов. Их проект будет что-то по типу площадки GameFi. Тут будет доступен NFT Marketplace. Будут продаваться NFT с различных игр. Также они уже сотрудничают с Axie Infinity и другими крупными игровыми проектами. Плюс они будут проводить IDO на своей площадке. Их токен пока купить нигде нельзя. Сейчас проходит этап Privat Sale. Этот список фондов инвестировали на Seed Sale. Их токены будут заблокированы в течение 12 месяцев. И затем будет распределение монет в течение 24 месяцев. То есть в общем после запуска проекта все эти фонды Coinbase Ventures, Pantera и так далее будут получать токены на протяжении 3 лет. На Seed Round было продано 10% токенов. Тут фонды скорее всего получат 1000 иксов от покупки на Seed Round. Он продавался по 4 цента. На Privat Sale, который скоро будет проходить, токен будет продаваться уже по 10 центов. То есть потом возможно будет проводиться IDO на какой-то лаунчпад площадке из тех, которых я показывал. И токен уже будет продаваться по 20 или по 30 центов. И это все еще будет отличная цена, так как при листинге он может взлететь на сотни и тысячи иксов. Команде проекта принадлежит 20% токенов. И на Privat Sale будет продано 6%. В их официальном твиттере можете посмотреть все актуальные новости. И также недавно они проводили розыгрыш NFT, обладатели которой смогут участвовать в IDO на их площадке. Подробности описаны в их Дискорде. Обычно для участия в таких розыгрышах нужно подписаться на соцсети проекта, ставить лайки и делать ретвиты. Также они сотрудничают с игрой Illuvium, которая еще не запустилась. Исходя из списка топовых фондов, которые в них инвестировали, и партнерств с такими проектами, как Axie Infinity, эта площадка будет одной из топовых. Проект еще не запустился, у них уже более 100 тысяч подписчиков в твиттере. На них уже подписалась даже биржа FTX. Токен будет называться A8. Их токен будет позволять стейкерам участвовать в дальнейших IGO и продажах NFT на их стартовых площадках. То есть будет такая же стандартная система, как я показывал у площадки Polka Starter, GameFi. Вы стейкаете их токен и взамен участники, которые стейкают максимально большое количество токенов, могут участвовать в их IGO. Это IGO, которое я считаю пропускать нельзя. Если позже увидите информацию, где они будут проводить лаунчпад, либо IGO, обязательно пишите в комментариях. Еще один новый перспективный проект, который недавно закончил свой приват раунд. В него инвестировали Coinbase Ventures, Anderson Horowitz, Digital Currency Group, Slow Ventures и другие крупные фонды. Он еще особо не популярен, в твиттере пока 36 тысяч подписчиков. Тут также будет публиковаться вся информация о дальнейших возможных IGO и листингах на бирже. Это будет площадка для стейкинга, фарминга и обмена различных криптовалют. Тоже интересный проект, за которым следует наблюдать. Следующая важная тема, которую хотел бы обсудить, это разблокировка монет, на примере монеты IMX. Я уже показывал в прошлых видео, тут в инвесторах топовые фонды. Это фундаментально сильный проект, долгосрок, но самое важное это токеномика. У него в циркуляции сейчас находится всего 12% монет. Максимальная эмиссия 2 миллиарда. В рынке находится 235 миллионов монет. Во время листинга проект очень сильно взлетает, так как в рынке находится маленькая доля от максимального объема. Плюс у фондов и у команды проекта монеты еще заблокированы в этот момент. Потом постепенно у фондов, у команды проекта начинаются разблокировки. Естественно они имеют хорошие иксы и хотят зафиксировать прибыль. IMX покупали на приват-целе по 10 центов и у команды проекта тут достаточно крупные объемы. Недавно в твиттере началась паника среди участников сообщества, так как 5 ноября у них должны были разлочиться огромные объемы монет. 350 миллионов. То есть это больше циркулирующего объема. Надо понимать, что в такой момент произойдет очень существенный пролив. Разработчики IMU Table X уже отреагировали. Они написали, что все свои монеты они снова заблокируют на 1 год. Из 350 миллионов им принадлежит более 50%. Остальные 50% объема принадлежит фондам, которые в него инвестировали. Epyx Capital, Coinbase, Galaxy Digital, Nirvana и так далее. Разработчики заявили, что эти фонды долгосрочные инвесторы. И они якобы пока не будут продавать свои монеты. Но это знать мы не можем на 100%. То, что разработчики заблокируют свои 50% монет, это естественно хороший фактор для проекта. Но будут ли сейчас продавать фонды или нет, нам неизвестно. Так как у них при сегодняшней цене есть хорошие иксы. Они покупали его по 10 центов. Сегодня торгуется по 76. 5 ноября нужно быть внимательнее и наблюдать за их токеном. Покажу, как это отрабатывает на примере монеты Rolls, допустим. Как я уже показывал на примерах IDO. Фонды изначально покупают проект за центы. Потом у него проходит IDO, либо ICO, где участники покупают монеты немного дороже. У всех есть вестинг. То есть блокировка монет на определенный период времени. Потом идет линейное распределение. Бывают встречаются такие моменты, что разлоки сразу проходят в очень крупных объемах. Как это было на примере монеты Rolls. Разлоки проходили в ноябре 2022 года. Обратите внимание. Практически всегда после разлоков цена в моменте очень сильно растет. Скорее всего ее пампят искусственно. И после того, как фонды, которые покупали ее по 3 цента, она торгуется по 46. Естественно, им имеет смысл фиксировать прибыль. И монета за короткий период времени здесь корректировалась на 63%. Также здесь проходили разлоки 15 мая. Просто зная эту информацию, я бы никому не советовал открывать шорт позицию, особенно с большим плечом. Так как, обратите внимание, с 15 мая и до этого цена очень сильно запампилась. И затем коррекция составила 52%. У монеты Kusama 15 мая происходили разлоки. Было разблокировано 10% монет. Тут также 14-15 пошел сильный рост и затем началась коррекция. До дна скорректировалась на 52%. Поэтому нужно следить, когда будут разблокированы крупные объемы. И обращать внимание на то, какое количество иксов имеют фонды. Например, монету Flow фонды покупали по 10 центов. И на ICO она продавалась по 10 и по 38 центов. То есть у фондов при сегодняшней цене 17 иксов. Плюс большой объем монет принадлежит фондам. От максимальной эмиссии выделено 33%. И 38% выделено для команды проекта. Тут разлоки проходили в октябре 2021 года. Перед этим также произошел сильный памп. И затем монета скорректировалась на 38%. Поэтому нужно обращать внимание на распределение монет. И в момент, когда фонды и команда получают крупные объемы, лучше как минимум не покупать эту монету. Дождаться, подождать коррекции. И потом закупить по более выгодной цене. Многие часто спрашивают, стоит ли сейчас покупать новый токен. Самое важное, это смотреть на их токеномику. Для примера, один из новых проектов Opium Network, в который инвестировал ряд топовых фондов. Alameda Research, Galaxy Digital, Hashkey и так далее. Обратите внимание, как сильно он взлетел при листинге. Выше 20 долларов. И сейчас торгуется по 16 центов. И даже при текущей цене я бы не спешил его покупать. Так как в циркуляции находится всего 4% монет от максимальной эмиссии. То есть в рынке сейчас всего 4 миллиона монет. В этот момент их было еще меньше. Поэтому токен так сильно взлетел на фоне новостей. Либо его искусственно пампят при листинге. Потом все новые монеты уходят в затяжную сильную коррекцию. Так как идут разлоки. У фондов огромное количество иксов. Также команда проекта подлучает свои объемы монет. Соответственно, если в циркуляции такой маленький процент, то он в дальнейшем также будет падать. Несмотря на то, какая сейчас цена. И насколько он скорректировался от максимума. На эти цифры вообще не стоит обращать внимания. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите свое мнение по поводу IDO в комментариях. На каких лаунчпад площадках участвовали вы. Или токены какой площадки планируете покупать. И всем удачи.